МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Офи рационального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Деревья дружбы. В столичном парке Победы заложена аллея согласия землячеств. Низкий старт. Новочебоксарская газета «Грани» провела очередную эстафету. Чемоданное настроение. В Новочебоксарске открылась выставка члена Союза художников России Станислава Воронова. Михаил Игнатьев провел сегодня рабочую встречу с начальником управления. Специальные связи и информация Федеральной службы охраны Российской Федерации в Приволжском федеральном округе генералом-майором Ренатом Гельмуддиновым. На встрече обсудили подготовку к празднованию 71-й годовщины Великой Победы патриотического воспитания молодежи в республике. Михаил Игнатьев рассказал, что мероприятия уже начались. Буквально сегодня он посетил фестиваль детского творчества «Победы. Звонкие голоса». Он отметил, что работа с молодежью позволяет сохранить общечеловеческие ценности, а значит стабильность в регионе. Ренат Гельмуддинов, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация в каждом регионе имеет большое значение для страны в целом. Чувашская республика является регионом с устойчивой общественно-политической обстановкой и высоким рейтингом президента страны Владимира Путина. В рамках фестиваля детского творчества «Победы. Звонкие голоса» состоялся парад учеников общеобразовательных школ и общественных объединений. Строевую подготовку участников оценили наши корреспонденты. Равнясь, смирно, шагом марш. Эти строевые команды ребята знают на зубок. Долгие месяцы тренировок, специально сшитая военная форма. Все ради одного дня. Дня, чтобы отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны. Сегодня Красная площадь превратилась в самый настоящий плац. А мальчишки и девчонки в представителей различных родов войск. Морская пехота, сухопутные и воздушно-десантные войска, гражданская оборона. Все, как на взрослом параде. Посмотрите, какими стройными рядами. Они смело идут вперед. В параде участвуют воспитанники детской полицейской академии, ученики кадетских классов и даже дошколята. Всего более двух тысяч человек. И это стало уже доброй традицией. Ну, мы в школу каждый день ходили по шестому уроку, репетировали, занимались. Нам учителя подказывали, как будет красивее, как некрасивее. Отрабатывали каждый наш шаг, каждую команду, чтобы было все идеально и четко. На мой взгляд, то, что ветеранам вообще будет очень приятно. Они будут думать. Нас все еще вспоминают, думают. То, что вот, ну, их еще не забыли. Хоть 71 год даже уже прошел. Мы к параду готовились давно. Мы нам шили форму уже давно, в прошлом году. Уважать прошлое и гордиться настоящим с самого раннего возраста. Только в этом случае можно воспитать достойное поколение. Каждый гражданин Российской Федерации, млад и стар, участвует во всех мероприятиях, чтобы вспомнить своих героев, вспомнить своих близких, родственников, родителей, дедов, прадедов. Парад, балкадед, плац-концерт, программа фестиваля обширна. Победы, звонки и голоса – лишь начало марафона праздничных мероприятий, основные из которых пройдут 9 мая. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. А в Чебоксарских детских садах проходит акция под названием «Цветок ветерану». Ребята вырастили комнатные цветы и в праздничную неделю вручают их участникам сражений, тружникам тыла, детям войны. Воспитанники детских садов несколько месяцев готовились ко Дню Победы. Ребята из старших групп самостоятельно посадили фиалки, гиацинты, ухаживали и следили за растениями. Они еще не пошли в школу, но уже знают по рассказам воспитателей и родителей, что победа в Великой Отечественной войне досталась нелегко. Война очень грустная и там очень-очень много людей погибло, но все равно наши победили. Я знаю, что не только взрослые военные, но и дети. Но я бы не могла так совершить такой поступок. Ребята отправились в гости к Раисе Соколовой. В годы войны она была совсем ребенком и смутно помнит те тяжелые для всей страны дни. Ее отец Никандр Иванович ушел на фронт еще в 1939-м на финскую войну, а вернулся лишь 8 лет спустя. Он неохотно вспоминал о войне и редко рассказывал о том, что пришлось пережить. Никандр Иванович умер 20 лет назад, но Раиса Соколова всегда с гордостью вспоминает об отце. С каждым годом все меньше свидетелей тех событий, но подобные встречи стирают временные границы. Сегодняшние дети тоже могут стать хранителями памяти о подвиге советских солдат, чтобы передать ее последующим поколениям. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. В столичном парке Победы заложена аллея дружбы и землячеств. В ее благоустройстве приняли участие представители столичной администрации и депутатского корпуса, а также ветераны Великой Отечественной войны. Отныне 28 именных деревьев символизируют муниципалитеты Чуваши, а также землячество уроженцев Башкортостана, Татарстана, Ульяновской области и Москвы. Здесь самое прекрасное святое место у нас в городе. И когда все землячества собрались, очень много народу, каждый сажает свое дерево, именные деревья. Сегодня высаживаем аллею, отдавая тем самым дань уважения и почета всем тем, кто не вернулся с полей сражения, кто уже в мирное время от тяжелых боевых ран, от непосильного труда в тылу ушел от нас. И, конечно же, нашим дорогим ветеранам, которых сегодня мы поздравляем и чествуем, которыми сегодня мы гордимся и на жизненном примере которых мы воспитываем наше подрастающее поколение. Из 208 тысяч уроженцев Чуваши, ушедших на фронта Великой Отечественной войны, 106 тысяч так и не вернулось. А сегодня в живых осталось лишь 1250 наших фронтовиков. Я специально пришел, чтобы память оставить о себе на этой аллее и нашего района. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Сегодня председатель Кабинета Министров Иван Маторин встретился с коллективом национальной телерадиокомпании Чуваши. Речь шла о развитии медиахолдинга, в состав которого входят сразу три средства массовой информации. Хотелось бы услышать те вопросы, которые есть к органам власти. В первую очередь мы, Республика является учредителем, собственником телерадиокомпании. Наверное, какие-то вопросы мы решаем. К кредиту у нас не доходят руки, соответственно, есть сложности у коллектива. Поэтому, наверное, в таком живом разговоре хотелось бы мне в первую очередь выяснить посыл в сторону Кабинета Министров, Министерства. Национальная телерадиокомпания представляет три средства массовой информации. Это национальное радио Чуваши, Тван-радио и национальное телевидение Чуваши. Журналисты всех медиа волновали основные проблемы, которые сдерживают развитие компании. В 2015 году национальное телевидение Чуваши расширенно начало вещать в городах Алатарь, Шумерле, Ядрин, поселах Вурнара и Бресе. В настоящее время реальное количество абонентов, подключенных к телеканалу, превысило 300 тысяч домохозяйств. Однако вопрос расширения зоны вещания всех трех СМИ-холдинга остается одним из самых актуальных. Иван Маторин поздравил с наступающим профессиональным праздником коллектива национального радио Чуваши и Тван-радио. Член Союза художников России Станислав Воронов знакомит жителей республики со своим чемоданным настроением. Выставка с таким названием открылась сегодня в Новочебоксарске. В торжественной церемонии принял участие и глава Чуваши. С места событий передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Живописные места Крымского полуострова, каналы Венеции, Волжские просторы, старинные храмы, российские глубинки. Все эти полотна художник Станислав Воронов создал во время своих поездок по разным регионам и зарубежным странам. Сам автор называет свою выставку своеобразным творческим отчетом перед земляками. Эти картины уже оценили по достоинству и жители Москвы. Экспозиция нашего земляка больше месяца работала в Центральном доме художника на Крымском валу. А два года назад в Первопрестольной Станислав Воронов презентовал и выставку под названием «О булгарах с пристрастием». Вообще писать пейзажи и натюрморты он начал 15 лет назад. За это время у него появилось много поклонников. Картины Ворнова приобретали и для частных коллекций Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Многие отмечают, что больше всего художнику удаются природные зарисовки. Его работы оценивали профессионалы. Пять лет назад он стал обладателем гран-при Международной ассамблеи искусств. Профессиональные художники могут меня поругать, сказать, что работа на спех написана, на скорую. Не хватает профессионализма, таланта у этого человека. Я не обижусь, потому что так меня укоряют профессиональные художники постоянно. Но эти меня ничего не задевают, потому что я совершенствуюсь. Я совершенствуюсь каждый день. Я каждый день пытаюсь найти в творчестве других художников что-то полезное для себя. В залах музейного комплекса Новочебоксарска Станислав Орнов представил более ста картин. Глава Чувашии отметил, что эта выставка стала большим культурным событием в жизни региона. Жителям республики будет интересно увидеть на полотнах знакомые места. Большинство картин автор написал на своей родине, в Чувашии. Ваш личный пример является таким хорошим посылом для молодого поколения, чтобы сердца тоже раскрывались у наших молодых людей. И я рассчитываю, с учетом того, что вы являетесь членом Творческого союза художников Российской Федерации, появится еще много профессиональных художников, много работ, которые будут радовать, прежде всего, россиян, достойных граждан Российской Федерации и всех гостей. Это очень важно и очень значимо. Сегодня же Станислава Орнова наградили почетной грамотной города-спутника и благодарностью от музея. Первые положительные отзывы выставка уже начала собирать. Только в день открытия ее посетили порядка 200 человек. Художник пообещал, что здесь он организует и свою следующую выставку. Работа над новыми картинами уже началась. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. На старт вместе с Гранями состоялась уже 24-я по счету эстафета на призы Новочебоксарской городской газеты. 1100 человек в возрасте от 2 до 70 лет. Таков состав участников нынешней эстафеты газеты «Грани», которая стала одной из спортивных традиций города-спутника. Стартовый выстрел прозвучал! В этом году мы впервые приветствовали на старте Союз пенсионеров России. Третий год ежегодно мы уже встречаем людей с ограниченными возможностями. Они очень активно участвуют в нашей эстафете. И нужно сказать, нас серьезно поддерживают не только образовательные учреждения, но и предприятия города. Это словы ведомства, учреждения здравоохранения. Организаторы отметили, в 24-й эстафете увеличилось количество семейных команд, групп поддержки и болельщиков. А это значит, что поклонников здорового образа жизни в Новочебоксарске прибавилось. И праздник одной газеты стал спортивным праздником целого города. Чубоксарский залив преобразился и все благодаря лебедям. Они вновь поселились в летнем домике. О том, как перезимовали ветераны прошлых лет, расскажет Юлия Важенина. Они вернулись. Восемь грациозных обитателей Чубоксарского залива после зимовки вновь радуют жителей и гостей столицы Чувашии. На водную гладь выпустили шесть белых лебедей, одного черного и гуся итальянской породы. Впервые на акватории залива лебеди появились еще в 2004 году. И вот уже почти 12 лет вернатые красавцы украшают столицу Чувашии. В прошлом году к ним добавилась пара черных лебедей. Традиционно украшением залива уже являются наши лебеди. В прошлом году были закуплены еще дополнительные лебеди. Как раз они сейчас новый. Второй раз уже в этом году. Есть у нас старожил Чубоксарского залива. Он сейчас подружился с гусем итальянской породы. Вот они вместе общаются. Даже можно наблюдать интересную потрясающую дружбу. Это самый старожил Чубоксарского залива. Он уже три года на заливе живет. Вот эти все остальные, все молодые. Они в прошлом году были специально приобретены для того, чтобы украсить наш залив. По словам ветеринаров, лебеди здоровы. Зиму пережили хорошо, ничем не болели. Перед большим плаванием пернатым сделали все необходимые прививки. Но не все лебеди из парка Николаева переехали на залив. Одна пара осталась на гнездовании в вольере. Мы оставили одну пару, это лебедя и лебедку, для того, чтобы они продолжили потомство. Сейчас лебедка готовится к кладке яиц. И мы хотим, чтобы уже было свое потомство. Чтобы это было племяное разведение лебедей. То есть мы надеемся, что у нас будут птенцы. В новое место жительства пернатых доставляют комбикорм, зеленый витаминный салат и чистую питьевую воду. Утром и вечером специалисты выезжают на место, чтобы покормить птиц привычной и полезной едой. Ответственные за лебедей очень просят жители города не крошить птицам хлеб. Они могут заболеть. Но если же очень хочется покормить пернатых обитателей залива, то для этого есть специальный корм, который можно приобрести в любом зоомагазине. Кстати, лебеди пробудут на заливе до осени. И, возможно, их семейство в этот летний сезон увеличится. Ведутся переговоры о приобретении новых пернатых. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Таким стал последний день этой короткой рабочей недели. С наступающим праздником и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин